Закрываем, всё очень долго. У нас занятия... Молимся. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, благослови наши занятия. Садимся. Дебятишки, тетрадки нужно достать из сумок, из всего вы пока службы готовите, чтобы вот так вот рукой раз и пошли. Хорошо? У нас занятия, особенно с батюшкой, намного короче, чем когда у нас чуть-чуть подлиннее. Что это говорит? С батюшкой у нас занятия короче, потому что не читают проповедь во время часов, понятно? Поэтому сразу раз и идём. Так, кто помнит, какую тему мы проходили в последние занятия? Куда? Житие среди европейского. Нет, у нас не было. Вы же... Царь Давид. Царь Давид, правильно. Царь Давид. Кто, какие названия скажет царю Давидову? Так, по одному только. Псалмопевец. Псалмопевец. Самое первое, что вспомнили. Псалмопевец. Кто ещё? Царь. Царь Израильский. Какой он по счёту был царем? Второй. Второй царь, молодцы. Что ещё про пророка? Был пастушком в детстве. Он был командиром. Военно-начальником был при Сауле поставлен после того, как победил Галиафа. Царь Давидов, продолжение. Число 22-й, но 9-е. 22-й, но 9-е, 19-е. Убери пакет. Чё ты его боишься? Так, помните, я вас спросила, за что мы об этом расскажем, что когда ещё не был царем Израильским Давид, Саул его преследовал. Преследовал его до самой своей смерти. Почему он его преследовал? Хотел убить. Ну, почему он его хотел убить? Из-за того, что он хотел. Так. Ну, в Мобилю, когда сказали, что Саул победил, победил тысячи, Давид – десять тысяч. Десятки тысяч. Десятки тысяч. То есть, что это? Зависть. Правильно. Одним словом, зависть. Он завидовал, потому что для него была важна, что? Слава. Для него была важна почтение людей. Он гнался за этим. А почему Давида любили? Почему его любили потом, когда он был царём? Потому что он никогда за личной славой не гнался. За личными, ни за какими похвалами он не гнался. Ему самое главное было угодить Господу. Угодить Господу. Вот он такой был человек. Только что о нём скажет. И, ну, не скажет, как бы, а как он будет выглядеть в очаг Божий. Только это его волновало. Помните, был случай, когда... Хватит, уже до конца занятия будете шуткать. Когда он скакал перед ковчегом. Помните этот случай? Ещё в храме с какашей, играючи, что-то такое. Что он... Да что вы... Ручку тоже, значит, готовьте. Я приносила все рабочие ручки. Что вы с ними сделали? Посмотри. Она не пишет. Значит, переберите после занятия, выбросите все непишущие. Каждый раз одно и то же. И принесите каждый свою и положите сюда. Видите, уже опять половина осталась только. Вот одеваете-то. Потому что... И посмотрела на него одна женщина, она была дочкой Саула, предыдущего, то есть царя. И она так посмотрела на него и как бы, ну, посмеялась сердце своём, что Давид скачет, как дурачок, что вы. Скачет там что-то, вот ковчег ввезут в город, а он что? Он радовался. Он так сильно радовался, что ввозили в город ковчег, что вот он начал, вот у него просто, вот он от радости... А другие скажут, ой, ведёт себя так непочтительно для царя. Скачет, есть даже вот фильм, там, Ричард Гильд, по-моему, снимается. Давно-давно, лет назад я смотрела. И он там, и вот он как обезьяна там изображён. Я не знаю, как на самом деле были, но вот так его изобразил режиссёр. Ну и он что потом сказал этой? Он говорит, да пусть я буду униженным в очаг любой там самой вот самой там нишей служанки. Пусть я буду там вообще никак выглядеть униженным. Самое главное, как я выгляжу в очаг Божьих. Для меня самое главное Богу угодить. И всё. И вот ему всё равно было, как о нём думают. Статный, величный, там, на троне, там, несли бы его на каком-то там специальном кресле. Нет, ему это всё. Вот он скачет там, радуется, ему радость была. Он всю жизнь мечтал, что построить? Храм. Храм построить. Он собирал специальные деревья дорогие. Там из дальних стран материалы завозил, сокровища собирал, золото и злато для того, чтобы устроить этот храм. Потому что там было очень много всего. И он готовился к этому. Давайте вернёмся к тому моменту, когда он ещё не был царём. И тот момент, кто помнит, может, помнили, когда Саул был в руках Давида, но Давид его пощадил. А когда они забрали палатку. Так, громче, чётко. Когда, кто они забрали, к кому к нему? Давид и его воины. Они ночью нашли, ну, начали с того, что Саул преследовал Давида, гнался за ним. Гнался, вот куда бы узнавал, там разведчики, и вот палатка. И ночью, Давид, за которым гонится, сам пришёл со своими воинами. И он сказал, что не может убить помазанника Божия. И он взял копьё и взял сосуд из его шатра, чтобы доказать, что я там ночью был. И он мог этим копьём убить, убить очень тихо, задушить там, убить. И тихонечко так же, ну, тихонечко ушёл, приходил к собой эти вещи показать. Это был второй случай. А какой первый случай? Когда он был в пещере, и Саул был со швейн войском, подходил туда. А он, Давид, вышел и спрятался, ну, как бы за скалой. И когда никто не видел, он подошёл и отрезал от плаща. Так, немножко не так. Они были в пещере, Давид, со своим отрядом. И их уже практически догнал Саул. И они сидели в глубине, в темноте пещеры, их не было видно. В это время Саул со своими самыми лучшими головорезами ушёл мимо. И вот он зашёл, написано, по нужде. Все понимают, да, что такое нужда? Справить нужду зашёл. И в этот момент воины Давида показывают ему, давай, давай. Вот, твоя груда. Сейчас ты его убьёшь, и всё. Самое главное, ведь не воины гнались-то. Так, тише. Не мешаешь. Идите туда, если не слушаете. Ну, слушай. Так, и... Гонит, странно гонит, странно гонит, странно гонит. Может, ну, он вообще не приходит. Не, ну, не мешайте, сидите, не мешайте. А как не мешать, Марина, ну, ребёнка, как ему объяснить? Ну, он ещё не ребёнок для таких занятий. Может, на Ютьюбе посмотреть ролик, если он понимает. Но он не понимает. Вот Варя молодец, она сидит, уже не мешает, под столом не бегает. Я только далеко стою, давай пододвинем, слезь, пододвинем, она не достаёт. Пододвигай. Всё. Так, и что было? Он зашёл по нужде, и он мог его убить. Это был первый случай, но он его не убил, а он отрезал кусочек от его плаща. Был у него там какой-то одежда, плащ, у царей, знаете, какие-то, много всяких накидушек. И он кусочек ему аккуратно срезал острым ножом. Тот не почувствовал этого. И когда уже Саул отдалился, ушёл, Давид вышел, закричал и показал. Пал в ноги перед ним. Представляешь, он его хочет убить, а Давид падает и кричит, Саул! 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 Поклонился ему, сказал, Саул, Вот я, я мог тебя сейчас убить. Ну, я сейчас примерно говорю. Иди высморкайся, вернёшься, иди. Я тебя, говорит, мог убить, но я тебя пощадил. Что ты за мной гонишься? И помните вот эта фраза? Как за мёртвым псом за мной гоняешься, как за блохой за мной гоняешься. Помните? Как за блохой. Он себя, Давид, называл блохой. Он даже вот, опять же, к тому, что он не старался выглядеть. Я такой, сякой, я Голиафа победил, я воин, меня любят, да? Я такой знаменитый. Я родственник царю. Родственником же царю стал. Он же женился на его дочке. Он был друг его сына. И тут он говорит, я пёс мёртвый, я блоха. Что ты за мной гоняешься? И он ему сказал, поклонился ему и сказал, Саул, я ничего против тебя не сделал. Я ничем пред тобой вообще не виноват. Зачем ты за мной гоняешься? Что ты слушаешь своих клеветников? И ты хочешь меня убить. А вот я тебя сейчас мог убить, но я тебя не убил, ты помазанник Божий. Не будет моей руки на тебе. Я не сотворю это беззаконие. Пусть Господь разрешит наш конфликт. Пусть Господь, если Господь угол, пусть Он тебя накажет. Но я тебя наказывать за это не буду. И тронуло сердце Саула. Он заплакал. Он сказал, ты ли это дави, ты заплакал и упал. И у него было такое раскаяние, что же я делаю действительно. Он мог меня убить, наверное, посмотрел. У него там куска одежды нету, правда. Он сейчас меня мог убить. Вот сейчас, вот несколько минут назад. И вот он там кричит ему с какого-то безопасного расстояния. Представляете? И Саул раскаялся и не стал его преследовать. Вернулся, но опять злой дух на него нашел, и он опять стал преследовать. И уже вторая история, которую Поля рассказала. Когда Давид зашел уже, и опять он не стал его убивать. Опять он думал он убить, не думал. Но он его не стал убивать. И опять вынес копье Саула, и потом вновь доказал ему, что он был в его руках. И Саул понял одно, что с этим человеком сам Господь. И он сказал, когда будет твое царство, пощади семью мою. То есть все, он сдался. Ну, как говорится, видит, что он уже не сможет сопротивляться с этим человеком. Рано или поздно Давид придет к власти. Он это уже осознал, дважды оказавшись в руках Давида. И Давид его пощадил. Представляете, какая замечательная история была. И вразумился Саул. Но скажите, а почему Господь через пророка выбрал вот этого Саула, а потом еще Саул жив, правит, он выбрал Давида. И сделал так, что Давид пришел к этой власти. Почему Давид, а не Саул? Потому что Саул его ослушался к Богу. Помните, как он его ослушался? Там была история, когда Саул захватил какое-то царство, и что Бог сказал, чтобы он убил всех, женщин, детей, мужчин, животных. Саул оставил каких-то животных и сказал, что принесет их в жертву Богу. И к нему еще пришел пророк и сказал, что вот именно за этот проступок Бог его лишит власти. Как это случилось? Там, да, были такие моменты, что Саул, вот, он опять же так хотел выглядеть хорошо не в очах Божьих, а в очах людей и удержаться за эту власть, за эту стать, за эту всю эту помпезность ему, наверное, надо было, нравилось ему все это. И он, когда Господь четко ему сказал, я тебе помогу победить Амалика, да, но ты должен все уничтожить, вот все, что там есть, уничтожить. И четко было сказано, а он что? Он уничтожил, только мало, мало что нужно. Так, Агнюш, вы там пишите, что мы сейчас разбираем? Да, я почитаю. Прям берите, схематично пишите, что кто записал, вы смотрите, наверное, на Фросе вон тексты пишет, молодец. Пишите, пишите, случай, что Господь предавал Саула в руки к конспектам, пишите тезисами. Я не знаю, что такое конспекты. Ну, кратко, о чем сказали, записали. Второе. Господь отверг Саула, потому что он не слушался его. Господь сказал, вот придешь его, победишь и убьешь там всех, уничтожить все. А что он, хорошее взял, животных взял, богатство набрал, пощадил Амалика, то есть он не выполнил наказ Бога. Господь тебе дал победить этого Амалика, выполнив все наказы, он не выполнил. И что получилось? В кране настаешься, а там скажешь, сесть хочу. И что? А он оставил, и когда пришел пророк, говорит, что ж ты наделал-то? Ну, тебе же было сказано, это не оставлять, это не оставил. Он все доброе оставил, все, что понравилось. Он говорит, ну как, я вот народ, народ был голодный, народу нужно было какие-то, ну, получить награждения. Не народ, а воинам. Воины захватили, теперь что? Начинают заниматься мародерством, то есть все хорошее, смотрят, пришли в дом, там, оружие себе взяли, там, драгоценности какие-то, и видят, хорошая скотина. А что ж мы ее будем убивать сейчас? Ну, так Бог сказал. Нет, я вот это оставлю, ну ладно, вот этих кур я убью, а вот валов я оставлю. И какое было оправдание? А мы это оставили, чтобы в жертву принести, да? А Господь так не говорил, всех убейте, а для жертвы оставьте. Если бы сказал, он бы так сделал, но Господь сказал, все уничтожить. И он увидел, идет четкое непослушание воли Божией. И сам он говорит, я пойду, подумаю, там, пять дней ничего не делайте, приходит Саул, там, жертвы начинает приносить. Ну, что ты торопишься-то? Ты с нами, жди, он опять не дождался. То есть Саул, а почему, говорит, а народ стал от меня разбегаться, он опять боится остаться один. Народ, воины стали разбегаться, надо было как-то оставить возле себя. Он говорит, давайте жертву приносить, нашел им занятие, так сказать, заинтересовать чем-то, чтобы не разбежали. Сейчас вот нам Господь поможет. И тогда пророк Самуил сказал знаменитую фразу, что Господь тебя отверг, Господу не угодны твои жертвы. Если нет послушания Богу, я сейчас не дословно говорю, чтобы вам было понятно. Жертвы тебе, Господу, будут не угодны, которые ты приносишь из этих валов и овец оставленных, да, у врага взятых. Богу будет угодно, когда ты послушен Богу, каждый на свою жизнь. Богу не угодно будет пришли, платочки одели, поклоны били. Если жить во грехах, если не слушаться заповеди, не выполнять Божие, Слово Божие не исполнять, тогда ему вот эти все чисто обрядовые моменты, они Богу не нужны. Понятно? И он сказал, найдет Господь мужа по сердцу своему, и он будет исполнять волю Божию. О ком он говорил? О Давиде. О Давиде говорил. Еще тогда он сказал Саулу, найдет Господь. Сейчас где-то он здесь будет. Найдет себе мужа по сердцу своему, повелит ему Господь быть вождем народа своего, так, как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом. Вот или. А? А, запели? Все, запели. Интересно? Удивительная личность, да, Давид? Удивительная. Просто вот таки больше битвы нет. Мы продолжим тогда еще, расскажем, как прошел конец жизни у Давида, что было дальше. Пойдем, да? Возьмешь тетрадочку? Идем. Пойдемте. 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 Господи, моли мой. Господи, моли мой. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Пойдемте. 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй. Просветите и мысли, и не верим по мрачебным свету своего богоразума, верно же своих укрепите и непоколезимых правоверий соблюсти. Господу, помолимся. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Угу. Господи, помилуй. Господу, помилуй. Субтитры подогнали Симон.